Анализ крови на витамин Е это коферол. Биологической жидкостью для определения концентрации витамина является венозная кровь сыворотка. Для анализа применяется метод жидкостной хроматографии с последующей масс-спектрометрией. Полученные данные используются в неонатологии, педиатрии, неврологии, гастроэнтерологии, гоматологии, акушерстве и гинекологии. Витамин Е не синтезируется в организме. Его источниками являются растительные масла, пшеничные и кукурузные проростки, бобы, яйца, большинство рыб морских сортов, зелень, орехи. Всасывание происходит в тонкой кишке под действием желчи. Витамин сначала поступает в лимфатические сосуды, а после при участии липопротеинов низкой плотности транспортируется с кровью к тканям. В организме существует депо этого витамина. Основными местами хранения являются эритроциты, печень, жировая ткань, мышцы. Нехватка витамина Е в первую очередь сказывается на состоянии клеток с большой площадью мембраны, высокой скоростью окисления мышечных и нервных, а также на клетках, которые быстро делятся, размножаются методически, печень и почек, ткани зародыша половых желез у мужчин. При избытке токоферола нарушается активность витаминов А и К, страдает сумеречное зрение, снижается свертываемость в крови, развивается гипогликемия. Витамин Е в крови – биохимический показатель, который указывает на суммарное количество токоферолов и токотриенолов. Оба вида соединений являются витамином Е, представлены витамирами альфа, бета, гема и дельта. Зачастую их совокупность называют токоферолом. Наиболее важным является альфа-токоферол, он содержится в большинстве биологических добавок и выполняет множество функций в организме. Витамин Е является антиоксидантом, он тормозит окисление ненасыщенных жирных кислот, защищает клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов. Благодаря этому его часто называют витамином молодости. Также токоферол участвует в образовании гемоглобина, реализации генной информации, уменьшает производство простоциклинов и тромбоксанов. То есть препятствует прикреплению тромбоцитов к сосудистым стенкам, снижает вероятность атеросклероза и тромбозов. Витамин Е токоферол – группа биологически активных веществ, которые предупреждают окисление полиненасыщенных жирных кислот, участвуют. В синтезе гемоглобина препятствует образованию тромбов. Исследование уровня токоферола в сыворотке проводится в рамках комплексной оценки витаминного профиля. Результаты используются в гематологии, гастроэнтерологии, гинекологии, неонатологии. Они необходимы для выявления недостатка или избытка витамина Е при нарушениях свертываемости крови, заболеваниях печени и желчевыводящих. Путей синдрома малиабсорбции, осложнениях новорожденных невынашиваний и беременности. Забор крови для анализа производится из вены. Исследование выполняется методом хроматографии. При нормальном уровне витамина Е в организме полученные показатели колеблются от 5 до 18 микрограмм Л. Готовность результатов анализа составляет около 6 дней. Показания и анализ на витамин Е используются для выявления его избытка и дефицита, оценки тяжести заболеваний, которые приводят к снижению уровня токаферола, а также для предотвращения осложнений, связанных с нехваткой этого витамина. Показанием для назначения исследования являются состояния, причиной которых может быть гипо- или гиперлетоминоз Е, атаксия, моторная и сенсорная полиневропатия, дезортрия, гомолитическая анемия, невынашивание беременности, нарушение зрения, повышение или понижение свертываемости крови, тромбоцитопатии. Среди жалоб пациентов присутствует мышечная слабость, нарушение координации движений, шаткость походки, сложности в проговаривании слов, различные изменения чувствительности, снижение потенции, токсикоз во время беременности, невозможность разглядеть предметы на отдаленном расстоянии. При неврологическом осмотре отмечается снижение рефлексов, в результатах лабораторных исследований на ферменты выявляется повышение. Уровня креатинфосфокиноза и аланинами на трансферозе в крови. Кроме этого, анализ на витамин Е назначается при комплексном исследовании витаминного профиля. Показаниями служат болезни кишечника с синдромом малябсорбции, патологии печени и желчевыводящих путей у новорожденных недостаток. Веса, прохождение, курса оксигенации. Анализ на витамин Е не показан для оценки его депонированной формы в организме. На начальных стадиях дефицита уровень токоферола в крови остается нормальным, так как используются его запасы из тромбоцитов, эритроцитов, печени, мышц, жировой ткани. В этом заключается основной недостаток исследования. Также ограничением является искажение результата при повышенном содержании липидов в крови. Забор крови для анализа противопоказан при психомоторном возбуждении, тяжелом малокровии и гипотонии, выраженных нарушениях свертываемости. Несмотря на такие ограничения, применяемый метод исследований обладает высокой чувствительностью, а результаты позволяют оценить актуальный статус витамина Е в организме. Подготовка к анализу и забор материала. Для исследования уровня витамина Е необходима венозная кровь. Чтобы получить достоверные результаты анализа перед процедурой забора нужно соблюдать ряд ограничений, не есть в течение последних 2-3 часов жирную пищу принимать не позднее, чем за 10-12 часов, не курить и не нагружать организм физически в последние полчаса. Отменить витамины и препараты за сутки. Изменить уровень витамина способны некоторые лекарства, поэтому о принимаемых препаратах необходимо предупредить врача. Забор крови выполняется методом вине пункции, материал собирается в пробирку и хранится в закрытом боксе. В лаборатории из крови выделяют сыворотку. Наиболее распространенным методом исследования является высокоэффективная жидкостная хроматография масс-спектрометрия. Процедура анализа производится в два этапа, сначала сыворотку разделяя в системе межмолекулярных взаимодействий с применением подвижной и неподвижной фазы, затем молекулы токаферол ионизируют и по отношению массы к заряду определяют концентрацию. Все исследование выполняется автоматически, подготовка результатов занимает около 6-7 дней. Нормальные значения в норме у людей всех возрастных групп Количество витамина Е в крови составляет от 5 до 18 микрограмм Л. В младенчестве суточная потребность в нем 3-4 миллиграмма, с одного года до 10 лет 6-7 миллиграмм, с 11 лет для юношей и мужчин 10 миллиграмм, для девушек и женщин 8 миллиграмм. Физиологическое уменьшение количества витамина происходит при активной мышечной нагрузке, курении, злоупотреблении алкоголем, беременности, грудном вскармливании. Для этих групп людей суточная потребность в токафероле увеличивается до 10-12 миллиграмм. Повышение уровня витамин Е является жирорастворимым, медленно выводится из организма, что часто становится причиной повышения его уровня в крови. Спровоцировать гиперэтаминоз могут особенности питания, например, большое содержание в рационе растительных масел, а также передозировка витаминных препаратов. Последние случаи нередко бывают связаны с самостоятельным приемом добавок в косметологических целях. Токсическое воздействие слабое и умеренно выраженное проявляется повышением кровяного давления, снижением свертываемости крови, тошнотой, диареей. В снижении уровня основными причинами сниженного уровня витамина Е в крови является его недостаточное поступление с пищей, например, при соблюдении строгих диет, снижение абсорбции в кишечнике, в том числе из-за нехватки желчи и нарушения транспорта из-за недостатка специальных белков, липопротеидов низкой плотности. Всасываемость микронутриентов в кишечнике нарушается при стеатаре, белярной отрезии, циррозии, хроническом панкреатите, опухоли поджелудочной. Железы, глютионовой энтеропатии, регионарном антерите, хроническом холестазии, болезнь крона, спастическом колите, муковисцидозе. Расстройство доставки витамина транспортными белками развивается в результате их дефицита или дефекта, что зачастую связано с оболеваниями печени. У недоношенных детей причиной снижения уровня витамина Е в крови может быть бронхолегочная дисплазия, гомолитическая анемия, энцефаломоляция, ретролентальная фиброплазия, лечение и отклонение от нормы. Анализ на витамин Е в крови используется для определения уровня токаферола, диагностики гиповитаминоза, проявляющей гася нарушениями. Со стороны нервной, мышечной, репродуктивной системы организма. Полученные данные оказываются востребованными во многих областях медицины, в том числе в неонатологии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, неврологии, гоматологии. С результатами исследования нужно обратиться к лечащему врачу, в случае необходимости будет назначено лечение. Незначительные отклонения показателей от нормы, не связанные с заболеванием, можно устранить при помощи сбалансированного питания. Правильного подбора физической нагрузки, отказа от курения и злоупотребления алкоголем.